Сессия облсовета сорвана. Заседание, на котором планировалось рассмотреть ряд важных социальных вопросов, для Одесской области так и не состоялось. Причина – политические дрязги. Подробности в сюжете далее. Закончилось, даже не начавшись. Сессию Одесского облсовета сорвали депутаты от ОПО-блока. Они заявили про нарушение регламента. Якобы фракция подала пять проектов, которые не вошли в повестку. Депутаты фракции потребовали не проводить сессию. Например, для этого представитель ОПО-блока попытался исключить все 55 пунктов, которые значились в документе. После этого в игру включилась другой депутат от ОПО-блока – Ирина Ковалиш. Она стала перечислять все наименования пунктов повестки и после пяти минут монотонного прочтения ее вынужден был прервать глава облсовета. Я извиняюсь, что перебиваю. У вас регламент может закончиться. Просто продиктовать, с какого номера по какой. Дело в том, что у вас просто закончится регламент, пока вы прочтете всю повестку дня. Прошу поставить на голосование пакетом снятие с рекомендованного порядка ДНО. 11-й сессии областной рады 7-го скликания. Пункты 1-54. Дякую. Эта попытка провалилась. В ходе сессии наблюдались и сбои в счетной системе, которые приводили к неправильному подсчету результатов голосования. Было зарегистрировано к депутату, 42 проголосовало «за», а система дала сбой и написала, что решение не принято. В результате долгих прений и перерывов сессию все же решили перенести. При этом все пункты повестки, по словам главы облсовета, уже утверждались на комиссиях согласно регламенту. Изменения были вызваны ростом поступлений в бюджет Одесской области. Основное их направление – это выплаты учителям, а также приобретение комплекса взвешивания для большегрузных автомобилей, чтобы следить за законностью перевозок после ремонта дорог в области. Мне очень жаль, что 47 миллионов, которые должны были быть запланированы в виде выплат учителям профтехучилищ, школ, в летний отпускной период, к сожалению, из-за популизма, не прошел. При этом момент с якобы не включением вопросов о поблоках повестку коллеги из других фракций называют надуманным. Речь идет о пяти обращениях от депутатов. В законе о местном самоуправлении и в регламенте Одесского областного совета нет такого понятия, как обращение Одесского областного совета к высшестоящим органам по разным вопросам. Депутатские обращения возможны, они ставятся в разном, не надо их вносить в повестку дня, и каждый депутат, в том числе и фракция, может выйти, выступить своими депутатскими обращениями. Важные социальные вопросы, включая увеличение финансирования ПТУ, перенесены почти на месяц, на 7 июля.